Мы приехали в госпиталь на Солнечное. Здесь находятся одни из самых тяжелых пациентов с COVID-19. Как проходит их лечение, постараемся узнать у врача, которого будем довозить до дома. Моя мама сказала, если надо, если это работа, значит надо работать. Если надо там жить, значит там надо жить. Сложно, когда уходит пациент, когда ты их теряешь, и вот это самое сложное. Но тяжело, обидно бывает, что-то не получается. Поступила женщина, 68 лет ей в возрасте, да, приличный диализный стаж, сопутствующая патология тоже есть у нее, кардиальная. В общем, она ушла домой на своих ногах, и мы ее провожали, все доктора там высунулись в окно, нам же нельзя было выходить. Хочется, чтобы это закончилось как можно быстрее, потому что я поняла, что хочется ходить без маски, хочется, да, красить губы яркой помадой. Меняются медицинские работники каждые 6 часов. Но особенно трудно добраться до больницы бывает ночью, тем более из пригорода. И вот тут помощь волонтеров нужна как никогда. Здравствуйте. Спасибо, что приехали. Ну и медицинские работники, конечно, военнообязаны, поэтому мы должны ко всему быть готовы. Иногда бывает как-то больно и спокойно дежурство, да, иногда всю ночь могут поступать люди, там и присесть некогда бывает. Возрастные у нас пациенты 60, 80, 90-летние, тяжелые, со своими, ну, хроническими, да, с опусственными заболеваниями. Многие лежат на кислороде, к сожалению, бывает, что на смену приходим уже того, к сожалению. У меня дочь одна, 14 лет, 8-й класс, да, и не маленькая, она все, печку топит, все, кушает, сварит. Мне кажется, все равно надо все это вытерпеть, да, потому что все равно как бы все однажды как-нибудь когда-нибудь заканчивается, да, все равно и это закончится. Спасибо. Есть такие адреса, откуда без личного транспорта практически невозможно уехать. В пригород Улан-Де порой отказываются даже ехать такси. Как далеко живете? А вы как добираетесь? В первое время, когда еще не знала об этом чате, я просто сидела, молилась, чтобы такси доехало до отсюда. Как-то мы с друзьями решили не проходить практику, а решили пойти поработать. Это и есть практика. Это и есть практика. Все спектры эмоций я пережила. Впервые видеть смерть, это для меня было очень страшно. Это была бабушка, которая вот в начале моей практики, она поступила, мы с ней так мило болтали, беседовали. На утренней смене, когда я пришла, я узнала, что она умерла. А кто будет делать за тебя эту работу? Кто будет кормить, допустим, ту же самую бабушку, да, каждое утро? Берешь всю свою волю в кулак, и идешь дальше. У нас закончится практика, мы все уйдем на учебу. А кто останется-то? Кто будет дальше работать? Спасибо вам большое еще раз. Помочь врачам может любой желающий. Вступить в группу автоволонтеров можно по QR-коду на экране или найти в Вайбере по названию. Улан-Удэ помогает врачам. Сержанна Мордогеева, Борис Геленов, телекомпания «Оригус». Сержанна Мордогеева, Борис Геленов, телекомпания «Оригус».